Это творческий сундук. В его создании используется примерно 300 миллионов алмазов, которые можно достать самым быстрым способом с помощью алмазных семян. А это семена Иридия. Из них я сегодня сделаю самую быструю бесконечную ферму Иридия и плюс сделаю бесконечную ферму алмазов. Кто в первый раз присоединился на это прохождение, то я выживаю на своей сборке со 120 модами на версии 1.12.2, в которую я добавил более тысячи новых крафтов и взаимосвязал все моды. Как вы помните, народ, в предыдущей серии мы создали вот такой вот вечно наполненный бассейн маны из ботании. Благодаря нему я могу создавать хоть, блин, бесконечное количество любых предметов из маны. И я, кстати, даже не обратил внимания на то, что благодаря этому бассейну маны я могу дюбать некоторые предметы. Но каким же образом мне это сделать? Для этого мне потребуется вот такой вот колдовской катализатор. Он делается из обычного алкемического катализатора. Тоже тут рецептик вообще обычный, простой. Я беру этот катализатор, ставлю под бассейн маны. И теперь благодаря этому блоку у меня появятся возможности новых рецептов. Например, если я теперь в этот вечно наполненный бассейн маны кину кварц, то у меня выпадет уже 2 кварца. Выкину стак, у меня появится 2 стака, ядрить его. Э, стоп, а почему не 2 стака? Э, ну ладно, народ, у меня почему-то не 2 стака появилось, но по сути оно должно именно на 2 умножаться. Теперь я могу редстоун умножать на 2, я могу светокаменную пыль умножать на 2, немного подлагивает. И я могу уголь умножать на 2. И еще там где-то 11 рецептов доступны. То есть можно сказать, что у меня уже есть какая-то дюб-машина. Конечно, это совершенно далеко от креативного сундука, который может дюбать абсолютно что угодно. Но все равно штука полезная. Еще, как вы помните, в прошлой серии я начал создавать катализатор бесконечности. И сделал даже первую сингулярность, на которую потратил 11750 железных блоков. И мне таких сингулярностей потребуется создать еще очень большое количество. И некоторые ресурсы, такие как лазурит, редстоун, золото, у меня в принципе уже имеется. Я могу из них создавать эти сингулярности, но вот таких как алмазы, 11000 алмазных блоков, у меня далеко нету в МЕ-системе. И именно поэтому сегодня я бы хотел создать еще несколько сложнейших рецептов семян из мистического агрекалчия. Из которых выпадает эссенция, и из нее уже можно создавать какие-то ресурсы. Как, например, иридиевая руда из иридиевой эссенции. Сегодня я наконец-то создам эти семена. Мне для них не хватает только семян пустотного металла, которые создаются. Но достаточно сложно, надо очень много аспектов. А также мне бы не помешалось сделать алмазные семена. Но знаете, я открыл этот долбанный крафт. И здесь используется 4 алмазной сингулярности в рецепте. Какого черта, о чем я думал, когда создавал эти долбанные крафты, блин? Это мне надо где-то достать 40 тысяч алмазных блоков, чтобы сделать вот этот, по сути, бесконечный источник алмазов. Ах, это просто жоп. И знаете, это довольно внушительное количество алмазов, которые мне нужно добыть для того, чтобы создавать их максимально просто. Я сейчас поперебирал, на самом деле, несколько вариантов, как их можно делать. Например, с помощью угольной глыбы из Индастриал Крафта. То есть она крафтится вот таким вот образом. Угольные шарики. Здесь далее угольная пыль. То есть это надо один стак угля на создание одного алмаза. Потому что из этой штуки дальше мы в компрессор ее запихиваем. И получается один алмазик. Но вы мне предложили в комментариях вообще гениальную идею, как можно создавать алмазы. Это с помощью жидкой материи. Да, я уже создавал завод ресурсов. Вот так он выглядит. На нем я делал кучу золота, также алмазов, бронзовых слитков, урана и так далее. Но прикол в том, что я нереально много энергии и сил тратил на то, чтобы создавать утиль сырье. Далее его перерабатывать в коробки здесь молекулярных сборщиков. Эти коробки помещать в генератор материи. И из этого всего создавать жидкую материю. Для этого нужно очень много энергии. Как вы видите, сейчас у меня 100 тысяч его энергии в тик поступает в этот генератор материи. И создается, ну, где-то 3 миллибакета в секунду, я думаю. Но благодаря такой замечательной штуке, как творческий резервуар, который я скрафтил 2 серии назад, я смогу сделать эту жидкую материю бесконечной. Для этого мне просто нужно взять резервуар в руку, нажать по этой жидкой материи. А, нет, что-то ничего не происходит. Блин! Черт, я заменил жидкую материю. Ааа, мне нужно ведро жидкой материи. Ядрить, я не то сделал. Или, по-моему, без ведра можно справиться. Еще раз, я беру резервуар, захожу в жидкостный терминал, потому что у меня в имя системе хранится эта вся материя. Нажимаю и... У меня вообще все нафиг вырубилось. Так, стоп. Видимо, лучше все-таки я возьму это дело ведро. Да, ведро, оно берется. Замечательно. Из ведра я все это дело выливаю вот сюда и пробую забрать. Все. По сути, теперь у меня бесконечный источник материи. Давайте проверяем. Ну-ка, ставлю одну, вторую, потом третью, четвертую. Все, у меня бесконечная материя, народ. И в одном ведре содержится аж 1000 милибакетов. То есть, это получается, я сейчас за одну секунду создаю то, что здесь будет создаваться, блин, нафиг, несколько минут или полчаса, наверное. Короче, очень много времени. Так, что ты ко мне пристал? Гомодрил мелкий. А! Нет! Поломало за него все, вот гад. Теперь, по сути, мне нужен только репликатор. Давайте я новый закажу. Далее, сделаю эту схемку где-то под этим заводом, потому что здесь абсолютно не хватает места. Вот, допустим, вот здесь у меня здесь стоит куча вообще вот этих, как это сказать, конвертаций энергии. Именно благодаря ним у меня создается такое большое количество его. Вот здесь у меня есть стекловолоконный провод. К нему присоединяю репликатор. И, блин, он взорвался. Черт! Прежде чем его присоединять к энергии, мне нужно было сначала запихнуть трансформатор. Я совсем про этого забыл. Пять штучек, я думаю, будет хватать. И, кстати, получается, сюда можно и ускоритель запихнуть. А, это круто. Далее присоединяю еще раз провод. Надеюсь, ничего сейчас не взорвется. Отлично, все. Энергия к нему пошла. И осталось только в него как-то запихнуть кристалл памяти, а именно шаблон, в котором закодирован алмаз. Хотя сейчас у меня здесь закодирована обычная косточка. Ну, а давайте на ней как раз проверим. Мне потребуется хранилище шаблонов. В общем, хранилище шаблонов я ставлю рядом. Теперь для него энергия не требуется. Запихиваю кристалл памяти. И, по-моему, нужно нажать экспорт в кристалл. Или импорт. Нет, скорее всего, импорт из кристалла. Или экспорт. Или импорт. Ага, надеюсь, я сейчас не потеряю кристалл. Импорт. Да, по-моему, нужно было нажать импорт. И теперь, да, я нажимаю следующий шаблон. И здесь я могу выбрать обычную косточку. Она теперь начнет создаваться. Но сначала мне нужно сюда подвести жидкую бесконечную материю. Для этого я буду использовать распределитель жидкостей. И, блин, и для него тоже нужна сраная энергия, но уже РФ. Беру резонирующие флаксовые трубы. Далее прокачиваю распределитель жидкости, чтобы он был максимально супербыстрый. Делаю ему выход справа, потому что как раз справа и находится репликатор. И мне осталось только выбрать режим пустой и запихнуть сюда творческий резервуар. И вы просто посмотрите, что начинает происходить. Все, материя бесконечная сюда поступает. Но пока что кости не создаются, потому что осталось нажать только одну кнопку. Повторяющийся запуск и... А почему так долго создается? What the fuck? Стоп, народ. Может быть, потому что нужно больше ускорителей запихнуть? Я что-то не понимаю. А, да, реально? Реально? Ядреть? Ядреть, куда полетело создание костей? А, и уже энергии не хватает. Давайте посмотрим, сколько сейчас сюда поступает. Офигеть! 100 тысяч евуфтик. Но зато у меня эта энергия не тратится на создание материи, а это уже чисто на создание предметов. Теперь давайте я в кристалл закодирую алмазик. Для него, кстати, нужно аж где-то в 4-3 раза меньше материи, чем для создания костей. Снова импорт из кристалла делаю. Далее здесь мне нужно выбрать алмаз. Да стой, ты не надо создаваться, надоел. Выбираю алмаз, повторяющийся запуск. И мне, скорее всего, нужно убрать отсюда ускорители, потому что очень много энергии тратится. Она не успевает сюда поступать. Да, 11. Именно столько ускорителей максимально можно сейчас положить, чтобы энергия успевала восполняться. И вот именно с такой скоростью у меня создаются алмазы. Где-то 1 алмаз в секунду, за исключением того, когда у меня вот подлагивает. И видите, сейчас оно остановилось не из-за того, что нету энергии, а просто у меня немного мира лагает. Ну неудивительно, ёпта, когда ты такие схемы строишь. В общем, осталось сверху репликатора только поставить сундук края и в него запихнуть улучшение выталкиватель. Теперь алмазы, по сути, должны поступать вверх. Да, я всё правильно выбрал. Они будут создаваться и сразу лететь ко мне в МЕ-систему. Только правильную сеть сундука ещё осталось выбрать. И знаете, пока что вот на данный момент это реально самый быстрый способ создания алмазов, который я только делал. Но когда у меня появится алмазная эссенция, то этот процесс будет просто в десятки, то ли в сотни раз быстрее. Я вас уверяю, ребят. С таким же успехом, кстати говоря, можно создавать и абсолютно другие любые ресурсы. Например, бронзовые слитки. Урановые слитки. И даже иридивую руду. Но с эссенцией это будет гораздо быстрее, поэтому лучше создам мои семена иридивой руды. В итоге я посчитал, что для создания алмазных семян мне потребуется 40 тысяч алмазных блоков. А у меня в МЕ-системе как раз 40 тысяч, но только обычных алмазов. Окей, я наконец-то уже хочу покончить с этими иридивыми семянами. Когда-то, год назад, мне этот крафт казался просто нереально бешеным. А сейчас мне не хватает только вот этой эссенции пустотного металла. Займемся же, наконец-то, созданием семян пустотного металла. Творческую эссенцию я уже приготовил. Уровень 6 создания семени тоже есть. Далее мне нужно сделать 4 блока пустотного металла. А ну-ка, сколько у меня, интересно, пустотных слитков? А у меня их, блин, 8 штук только. Ну и, разумеется, по 999 5 разных аспектов. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, пустотный металл я накопил. 36 слитков, это как раз 4 блока. Я, кстати, вот сделал вот такую вот, намутил схемку. Тут у меня стоит плавильный эссенции. Они плавят какие-то предметы. Далее переходит в перегонный куб. А здесь у меня стоит наполняющий передатчик эссенции. Я думаю, вы все его помните. Очень полезная штука, которая по воздуху передает жидкую эссенцию прямо в банке. Не нужны никакие трубы, ничего не надо. Я просто присоединяю сюда банку с витиумом. Его я достаю из адских наростов. И также банку с металломом. Который у меня получается из железных слитков. Ну, естественно, необходимая эссенция накапливается. И требуемый мне предмет выпадает прямо в инвентарь. И знаете, я обнаружил такую очень приятную вещь. Но немного читерную, скорее всего, с какой-то стороны. В общем, рассказываю, как можно суперлегко добыть и вот это огромное количество аспектов. Я уже крафтил в предыдущих сериях стальные семена, из которых я добываю стальную эссенцию. Из них делаю уже стальные слитки. И, естественно, эти стальные семена у меня тоже копятся. Уже 1100 штук у меня в МЕ-системе имеется. Оказывается, что эти семена очень богаты на разные аспекты. Получается, что всего три таких штуки мне хватит, чтобы накопить вот это огромное количество аспектов. Кроме витиума, естественно, его я из наростов продолжаю добывать. Да, я понимаю, что это немного читерно, ребят. Но, блин, очень сильно хочется воспользоваться этой возможностью. Поэтому, пожалуйста, не кидайте в меня камнями. Только это же насколько долго будут эти все аспекты вылетать отсюда в разные банки. Поэтому, ребят, все равно страдать-то мне придется. Ага, нет, нифига, ребят. Этот лайфхак не сработает. Стальные семена, они не будут переплавляться. Потому что из-за того, что у них такое огромное количество аспектов, они просто даже не хотят этого делать. Я так понимаю, из-за того, что внутренний буфер в плавильной эссенции просто недостаточно объемный для такого количества. Блин, ну жалко, конечно. Эти чертовы разумы меня просто задолбали. Даже над банками спавнятся. Вот гады обустерные. О, да, вся эссенция готова. Я, кстати, нашел очень хороший аналог тем семенам. Это супремиумная эссенция. И с супремиумной эссенцией создаются другие три эссенции. Да, супер странно, но супер эффективно. Теперь я всю эту шнягу расставляю здесь по полочкам. Блин, мне кажется, столько эссенций для создания какого-то магического предмета на матрице никто не расставлял. Я первый, просто первый открыватель. Матрица у меня очень стабильная. Осталось только, ага, выложить рецепт. Я совсем про это забыл. Ресурсы выложены. Беру перчатку заклинателя и начинается. Ох, етреть. Я надеюсь, сейчас ничего не собьется. Потому что нет, эссенция у меня, конечно, запасная еще есть. Но вот предметы я, к сожалению, не подготовил. Надеюсь, ничего не пропадет. Ну все, следим. Оно, наверное, сейчас будет, я не знаю, бесконечно. Я тут час, наверное, буду стоять, пока эта вся эссенция в матрицу, блин, перейдет. Надо бы просто посмотреть, насколько это долго. Едреть. Ах, пятый час спустя. Дольче Кабана, я иду такая вся, на сердце рано. Ура, ура, пошел последний аспект, Витиум. Да, 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 аспекты собрались. Предметы начали уничтожаться. Как вовремя я открыл экран. Ё-моё, они бы сейчас создался, блин, эти семена. Я бы не успел ничего сделать. Так, последняя творческая эссенция. Пустотный блок. И, и, и... Пустотные семена. Да, офигеть. Это один, вот в последнее время, это один из самых сложных крафтов, которые я сделал, народ. Теперь самым первым делом мне, естественно, нужно их размножить. Для этого я беру фитогенный светильник, запихиваю его куда-нибудь вот сюда. Ускоряю этот механизм время в бутылкой. И оно начинает супер быстро создаваться. Из этого пустотного семеня получилась эссенция пустоты. И... Все ресурсы для создания семена иридиевой руды готовы. И... Да! Теперь я могу создавать в бесконечном количестве иридиевую руду. И с самой большой скоростью на этой сборке. Нет, конечно, есть еще более крутой способ. Это самый крутой способ, я думаю, вы догадываетесь, о чем я. Это креативный сундук, естественно. Обычное дюпанье предметов. Да, это будет самый быстрый способ. Но пока что я себе такого позволить не могу. И буду использовать семена иридиевой руды. И уже из этой эссенции, естественно, я вообще супер легким образом создаю иридиевую руду. Бесконечный завод иридия готов! Ну а с вами был Ванчилов, всем пока! И на мой канал подпишись! Ты забыл оформить подписку! Ты оформи ее! А также лайк и поставь!